Тихий городок на востоке Беларуси, Могилёв, в начале 20 века в одночасье превратился в город, где вершилась история не только одной страны, но и всего мира. Шли годы, многие факты о тех событиях в губернском Могилёве уже стали достоянием общественности, а многое по-прежнему покрыто тайной. Сейчас мы находимся в этой части экспозиции, которая посвящена пребыванию императора Николая II здесь, в городе Могилёве. Это было в 1915 по 1917 год. Выставочный проект о семье последнего императора Российской империи «Царская семья восхождения» начал работу в Могилёве. Он стал продолжением выставки «Венциносная семья. Путь любви», которую создали в областном центре в 2015 году по инициативе верующих людей из Могилёвской епархии. Эти документы архивные, и столько люди затратили для исследовательской работы времени. И вот это всё собрано, это просто, я считаю, что это очень большой труд и очень большое дело для истории нашего города. Выставка состоит из материалов собраний музеев и частных коллекций. Это подборка укропнённых фотографий и репродукции картин с описанием жизни семьи Николая II. Особо местом на выставке занимают копии записи из дневников августейшей семьи и свидетельства очевидцев. Генерал Алексеев говорил, с государем спокойнее его величество даёт указания столь соответствующие боевым стратегическим задачам, что разрабатываешь эти директивы с полным убеждением в их целесообразности. Он прекрасно знает фронт и обладает редкой памятью. С ним мы спелись. А когда уезжает царь, не с кем и посоветоваться. На выставке «Царская семья. Восхождение» в шести тематических зонах представлено более сотни уникальных экспонатов. Особое место на выставке занимает период пребывания Николая II с семьёй в Могилёве. И вот эти фотографии показывают, когда принимались парады на губернаторской площади вот здесь. Фотографии есть, которые показывают, как в парке Горько уже карусель была устроена, первая карусель. Историки считают императора Николая II неординарной личностью. Он политик, военачальник, реформатор, любящий муж и отец. И многочисленные экспонаты выставки тому подтверждение. Вот копия документов Гагской конференции мира, которую инициировал царь. Здесь Николай II лично проверяет новую военную форму пехотинца. А это бланк первой всероссийской переписи населения. Здесь император в кругу семьи. А ещё организаторы выставки в этом году приготовили сюрприз. Теперь появилась возможность познакомиться и с уникальными кадрами кинохроники событий в Могилёве 1916 года. Выставка «Царская семья восхождения» в Могилёве многогранна. Здесь можно прикоснуться к истории, познакомиться с уникальными документами и сделать доброе дело. Вход на нашу выставку без оплаты, свободный. Каждый посетитель может прийти спокойно, есть у него деньги, нет. А благотворительность заключается в том, что все деньги, вырученные, которые человек может положить в карбоночку, если захочет, пойдут на развитие проекта, на приобретение новых экспонатов и на возможность передвижения выставки по другим городам. В Могилёве выставочный проект будет работать в бывшем здании кадетского училища на пожарном переулке до ноября. А после организаторы и неравнодушные люди снова отправятся в архивы в поисках новых фактов, о человеке, для которого вера, любовь и служение своему народу стали смыслом жизни.